приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева и сегодня у нас очередное видео из разряда видео обзоров товаров не часто мы показываем эти видео но если такое видео на нашем канале появляется значит оно действительно стоит вашего внимания и сегодняшний обзор у нас катушки вейда сравним ее с анаконды джангл это две уникальнейших катушки которые идут с бейт раннером и сигнализатором и так что такое катушка с сигнализатором представьте себе вы на рыбалке забросили свою оснастку в воду в реку озеро неважно включили бейт раннер и когда карп начинает стягивать леску со шпули у вас начинает сигнализировать звук и световой сигнал естественно это привлекает ваше внимание и вы остаетесь с рыбой это очень удобно когда вы находитесь особенно в лодке где нельзя расставить рот под где подключить сигнализаторы нормально нельзя очень эффективно и вообще для того чтобы быстро начать рыбалку быстро и закончить чтобы не собирать все эти атрибуты рыбалки на месте лова очень удобно и эффективно такая у нас была анаконда джангл мы о ней уже рассказывали несколько раз видео обзоры ее можно видеть вот здесь по ссылочке тоже самое такая же самая катушка точно также она сигнализирует чуть-чуть выше чем этот но тем не менее в принципе одно и то же то есть давайте мы остановимся на различиях этих двух катушек давайте посмотрим на них поближе ну экстерьером они отличаются по цвету как вы видите да это такого защитного цвета это черная вейда а так по большому счету технически эти катушки идентичны то что появилась у анаконды 2019 году да вот эта новинка то появилась увейдаю 2020 давайте теперь сравним ну даже посмотреть даже на ручки да давайте посмотрим вы видите разницу я например не вижу хоть они нормальные качественные все но ручки даже положение форма ручки одинаковая вы видите давайте посмотрим на крышку фрикциона вы видите разницу но кроме как в цвете я в другой разницы не вижу честно говоря даже если посмотреть на шрифт написания любых там текстов да практически идентичный только единственное что тут разница в лицо емкости этой шпули но она 6000 это понятно что не будет меньше лески чем в этой но тем не менее то есть даже шрифт практически такой же самый то что касается аккумуляторного отсека но батареечного там где батарейка стоит 12 вольтовая да если мы снимем батарейку посмотрим на эту крышечку вот она прорезиненная здесь да у анаконды посмотрим здесь здесь тоже на а нет тут нет резинки тут резиночки нет то есть у анаконды здесь резиночка есть но я вам скажу что такое ощущение что ее просто туда не положили хотя сами эти крышечки одинаковые то же самое смотрите вы видите что у нее тоже есть пазы под резиночку то есть как бы за то что ее нужно вклеить она самим сделай сам вклеить и оставить самому что касается внутри здесь вот я надеюсь вам камера сейчас передает давайте я поближе поднесу вот так вы видите одинаковое исполнение и то есть пружинка стоит под батарейку под минус батарейки то есть как бы все один к одному посмотрите на кнопку друзья такой же самый идентичный только здесь какое-то такое полукольцо такое вырезанное здесь его нет даже пластиковая эта штучка тоже есть смотрите то есть грубо говоря катушки одна в одну я честно говоря даже не вижу ни единой разницы по большому счету единственное что форма самой шпули чуть-чуть вот здесь пошире здесь как бы поуже то есть тут больше лесоемкости здесь меньше вы видите да но лесоемкость тут осталось я вам говорю значит 0.37 леска 250 метров 040 240 здесь тут из-за того что тут 7000 шпуля 0.37 280 метров 0.4 260 но тем не менее друзья я хочу сказать что это очень хорошо что появился конкурент у анаконды джангл и вейда начинает тоже выпускать в широком ассортименте с разным объемом шпули катушки сигнализатором это очень радует так что я уверен что для каждого рыбака которому интересно катушка с сигнализатором она подойдет потому как она повторюсь еще раз есть в исполнении с пяти тысячной шпулей шести тысячной семьи восьми девяти и даже десяти тысячные шпули и самое главное что я хочу сказать это то что эта катушка продается в нашем магазине все для клёва или в интернет магазине клёва . ком . и то есть можно прийти в одессе на поселке котовского магазин все для клёва на рынке початок или прямо по ссылочке магазине клёва . ком . и что касается приведения в работу этой катушки мы о нем уже говорили раньше в своих видеороликах можно посмотреть опять же таки по ссылочке но тем не менее чтобы этот ролик был полноценным я вам покажу каким образом она приводится в действие то есть вы поставили батареечку сюда на плюсом сюда вверх минус внизу там где пружинка закрыли этот отсек затем включили переключатель обратного хода то есть когда катушка в режиме наматывания лески и забросили подтянули да и включили фрикцион все после этого наша катушечка готова к работе будем надеяться что эта новинка оправдает себя и будет качественной катушкой а также я хочу предупредить вас о том чтобы вы бережно относились к этой катушке потому как здесь все таки электрические элементы есть поэтому не оставляйте ее в сыром месте не мочите ее просто так то есть если дождь идет то в принципе ничего с ней не будет но желательно сразу же после дождя и вытереть насухо не кидайте ее в воду и после рыбалки обязательно вытаскивайте батареечку чтобы у вас она дольше служила друзья если видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клёва и если вы такие катушки видели где-то дешевле чем у нас напишите письмо на почту сайта клёва.com.ua мы проанализируем и продадим вам еще дешевле если так оно и есть потому как у нас неизменно самые низкие цены в украине всем удачи все хорошего встретимся на рыбалке счастливо